Всех приветствую на моем канале. Сегодня у меня для вас просто потрясающая новость. Автомобильный портал MailAuto опубликовал изображение нового электрического седана от Автоваза. По имеющимся у меня данным, машина может получить имя Lada Kalina, став наследником Kalina первого поколения. Также товарная машина может получить имя Lada El Lada. Напомню, что так назывался первый электромобиль от Автоваза на базе первой Kalina. Оригинальная Lada Kalina El Lada была представлена публике в далеком 2011 году. Всего было собрано 80 экземпляров автомобиля, после чего проект был свернут. Автомобиль оснащался аккумуляторными батареями на 23 кВт часа. Заряда должно было хватать на 140 км пробега. Реальные же показатели были хуже. В среднем машина проезжала 100 км на одной зарядке. После этого эксперимента проект разработки электромобилей на Автовазе был свернут. По причине отсутствия у предприятия технологий для создания подобной продукции на конкурентоспособном уровне. Спустя почти 10 лет ситуация резко поменялась. В данный момент правительство Российской Федерации запланировало поддержку развития электротранспорта в стране. Возможен ввод налоговых льгот как для владельцев подобных автомобилей, так и для их производителей. Кроме того, возможен ввод субсидий на их покупку. В это же самое время расширились возможности Автоваза в сфере производства электромобилей. В данный момент Автоваз входит в состав концерна Renault-Nissan. А последний буквально недавно разработал единую модульную платформу для электромобилей. На прошлой неделе появилась первая новинка, построенная на ее основе. Электрический кроссовер Nissan Aria. Об этом автомобиле я рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Платформа данного кроссовера легко может быть подвергнута масштабированию. То есть на ней легко может быть построен как компактный автомобиль, так и более крупный. Aria представляет собой типовой кроссовер C-класса. Именно на основе новой электрической платформы концерна Renault-Nissan и будет построена новая Lada Kalina. Оригинальным фактически у нее будет лишь дизайн кузова, а вся техническая начинка, а также интерьерные решения перейдут от исходника. Таким образом, если оригинальная Lada Kalina была скромным бюджетным автомобилем B-класса, доступным большинству российских покупателей, то новая Kalina станет дорогим комфортабельным лифтбэком, который смогут себе приобрести уже далеко не все. При этом, если сравнивать автомобиль с прямыми конкурентами, такими как, например, Tesla Model 3, то Kalina все же будет дешевле, а значит доступнее. Кроме того, за счет высокого уровня локализации, ее стоимость при прочих равных будет заметно ниже, чем у импортируемых аналогов. Внешний вид новой Kalina станет развитием дизайнерских идей, используемых на текущих моделях автоваза. При этом, несмотря на стопроцентную узнаваемость, за счет характерной X-образной решетки радиатора и таких же выштамповок по бортам кузова, автомобиль получил абсолютно свежий внешний вид и смотрится куда современнее ныне выпускаемых Vesta и X-Ray. Внешний вид новой Kalina получился очень лаконичным и при этом спортивным. Новая Kalina получит практичный кузов Liftback, который благодаря удачному силуэту выглядит как четырехдверное купе. В дальнейшем возможно появление кузова Universal, а также приподнятой версии Kalina Cross. Автомобиль получит полностью светодиодные передние фары и задние фонари. Благодаря тому, что светодиодная оптика будет уже в базе, передние фары получилось сделать очень узкими, что делает передок автомобиля очень агрессивным. Сзади машина получит совершенно новые для автоваза S-образные фонари, которые будут соединены к горизонтальной светодиодной перемычке, проходящей через дверцу багажника. При этом перемычка является двойной, нижняя часть у нее хромированная. Размер колесной базы новой Lada Kalina с высокой степенью вероятности будет аналогичен той, которая обладает Nissan Aria 2775 мм, то есть один в один, как у Toyota Camry. Иначе говоря, по габаритам новая Kalina будет конкурировать именно с Camry. При этом она будет обладать более просторным салоном. Ведь новая ниссановская платформа была разработана таким образом, чтобы предоставить как можно больше пространства именно в салоне. Так, часть оборудования, вроде климатической установки, была перенесена из передней панели под капот, чтобы освободить драгоценное пространство. Сам интерьер перейдет на Kalina от Aria практически без изменений. Он вообще будет во многом унифицирован у всех автомобилей концерна Renault-Nissan на данной платформе. При этом это один из самых современных интерьеров в автоиндустрии на данный момент. Автомобиль получил очень современную торпеду с двумя дисплеями. Один предназначен для приборного щитка, а другой для работы с мультимедийной системой. Диагодаль обоих одинаковы и составляет 12,3 дюйма. Кроме того, информация с приборного щитка будет дублироваться на проекционном дисплее. А сама мультимедийная система будет отличаться очень высоким быстродействием, а также поддерживать работу сервисов Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авт. Мультимедийная система будет поддерживать функцию выхода в интернет, просмотра видеороликов, голосового управления, а также дистанционного обновления программного обеспечения. Будет существовать возможность загрузки сторонних приложений. Руль будет по современной моде двухспицевым. Такими же оснащаются последние модели Volkswagen и Skoda. При этом клавиши на многофункциональном руле оставлены аналоговыми. Автомобиль получит сенсорный блок управления климат-контролем. Сенсорные клавиши и индикаторы на нем будут подсвечиваться при включенном зажигании. При выключенном же он будет полностью невидимым. Передний подлокотник будет полностью сдвижным. При этом двигаться он будет вместе с селектором выбора режимов трансмиссии. Благодаря особенностям платформы у новой Lada Kalina будет полностью ровный пол. Емкость багажного отделения будет составлять приблизительно 400 литров. При этом его можно будет легко увеличить, сложив задний ряд. Не забываем, что новая Lada Kalina будет лифтбэком. Автомобиль будет оснащаться комплексным набором средств активной и пассивной безопасности. У него будет 9 аэрбэгов, системы ABS, ESP, системы автоматического торможения, удержание автомобиля в полосе, система камер кругового обзора и активный круиз-контроль. В будущем, по мере развития платформы, новая Lada Kalina может получить систему автопилота. Но произойдет это или нет, зависит от развития законодательств. Платформа автомобиля позволяет оснастить его электромоторами как на одной, так и на двух осях. Поэтому новая Lada Kalina будет предлагаться как в моноприводном, так и полноприводном исполнениях. Батареи и тяговые электромоторы перейдут на новинку прямо с Nissan Aria. В базе новая Kalina получит батарею емкостью 63 кВт часа, а ее электромотору будет выдавать 218 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Такая машина сможет разгоняться до сотни за 6,8 секунды. Весьма достойный показатель. Ведь Lada Vesta Sport, являющаяся в данный момент самой быстрой моделью автоваза, делает это за 9,6 секунды. За доплату будет предлагаться версия с электромотором мощностью 242 л.с. и более емкой батареей на 87 кВт час. Такая машина сможет пройти на одной зарядке около 500 км против 350 км у базовой версии. Однако динамика такой Kalina будет несколько хуже, чем у базовой версии за счет возросшей массы аккумуляторов. До сотни она будет разгоняться за 7,2 секунды. Максимальная скорость обеих версий составит 160 км в час. На этом уровне она будет ограничена принудительно. Что касается полноприводных версий новой Kalina, то базовая версия получит такую же батарею на 63 кВт часа, а совокупная мощность четырех электродвигателя будет составлять 279 л.с. и 560 Нм крутящего момента. На одной зарядке такая машина сможет пройти 300 км. Полноприводная Kalina с батареей на 87 кВт час будет оснащаться двигателями с совокупной мощностью на 306 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Ее пробег на одной зарядке будет составлять чуть менее 500 км. Топовая же версия, которая получит имя Lada Kalina Sport, получит ту же самую батарею, но более мощный электромотор с совокупной мощностью 394 л.с. и выдающий 600 Нм крутящего момента. До сотни такая машина будет разгоняться за 4,7 секунды. Максимальная же скорость у всех полноприводной версии будет составлять 200 км в час. На одной зарядке топовая модификация сможет пройти 470 км. Автомобиль будет поддерживать функцию рекуперативного торможения, когда при отпускании педали газа автомобиль будет замедляться, при этом восстанавливая заряд батареи. Само же замедление в этом режиме будет происходить без участия тормозов. Новая Kalina может встать на конвейер автоваза ориентировочно в 2023-2024 годах. На доводку автомобиля до серийной версии не должно уйти много времени и средств. Как я уже сказал, большинство узлов являются разработанными компанией Nissan. И фактически автовазу нужно лишь заняться адаптацией к ним нового кузова, а также локализацией компонентов на территории страны. Как сообщает портал MailAuto, стоимость новой Kalina должна начинаться от 1,5 млн. рублей. Но эта цифра является малореальной. Более вероятно, что цены на новую Kalina будут лежать в диапазоне от 3 до 4 млн. рублей. Что в целом все равно куда дешевле, чем стоимость той же Tesla Model 3 или, например, Porsche Taycan. В целом, при такой цене, желающие купить современный электромобиль найдутся точно. Обидно только, что для большинства жителей нашей страны машина останется полностью недоступной. Прошу вас написать в комментариях, как вам видится перспектива новой Lada Kalina. Планируете ли вы купить такой автомобиль? Я же буду вас держать в курсе проекта и по мере появления новых сведений о новинке выпускать новые ролики с подробностями. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк, ведь только ваша поддержка позволяет мне уделять время созданию подобного контента. А на этом у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока.